Итак, вы решили пройти рейд Грань Спасения и лично сразиться со Свидетелем. Путь до него предстоит долгий, но я надеюсь с моими гайдами менее сложный. Этапов там много, так что я решил не бежать галопом и сделать подробное видео о каждом отдельно, как я делал с другими рейдами. В этом видео я расскажу о первом этапе, Субстрат. Сразу оговорюсь, Day One гонка этого рейда оказалась самой сложной за историю игры. Но это всё же в условиях модификаторов, но и неизвестности тактик. Так что сейчас рейд под силу пройти любой слаженной команде, бояться этого не стоит. Если же вы всё ещё испытываете сложности с прохождением рейда и у вас нет команды или времени, но лут очень хочется получить, вам поможет сервис Двинг, который уже много лет помогает стражам сэкономить время и нервы на фарме и прохождении сложных активностей. Благодаря обновлённым опциям сервиса вам больше нет необходимости передавать свои данные. Сотрудники Двинг помогут завершить сложный квест, выполнить триумф, пройти рейд или получить заветный экзот вместе с тобой в качестве сопровождения. Весь контент нового дополнения финальная форма может быть пройден вместе с вами. Цены там стали ниже и доступнее, а по предоставленному промокоду TripleVibe вы получите специальную скидку в 15% на все услуги. Ссылку на сайт оставлю в описании. Теперь давайте к гайду. Субстрат это первый этап рейда, а значит он представит вам основу механики, которая будет применяться для прохождения всех остальных этапов на протяжении рейда. Так что разобравшись с основами здесь, вам будет понятнее как действовать дальше, до самого последнего испытания. Из оружия на этап рекомендации особо много нет, возьмите просто что-то на зачистку и что поможет вам выживать. Фаза урона тут не будет, но будут крепкие противники и чемпионы, так что пистолеты на зеленых патронах, пулеметы и гранатометы могут подойти лучше всего. Этап разворачивается на арене, разделенной на 9 комнат. Разные команды могут называть их по-разному, но в рамках моего гайда я буду говорить о тактике, которую применяли мы как на Дэйване, так и после него. Мы нумеровали комнаты цифрами, в очередности как на раскладке телефона, то есть 1, 2, 3, 4, 5 это центр, 6, 7, 8, 9. Можете использовать эту карту для понимания, взял ее с реддита и она более чем подробная, буду возвращаться к ней на протяжении объяснения. В самом начале этапа в комнате в центре вы найдете алтарь, который чаще называют сундуком, столом, тумбочкой, ящиком и так далее. В каждой же соседней комнате есть по черной пластине, все такие пластины соединены в цепь оранжевыми проводами. Кроме этого, в каждой такой комнате есть тотем. Советую до начала этапа пробежаться по комнатам и изучить их расположение, ну или опять же подсматривать карту. На ней пластины кнопки обозначены синими квадратами, а тотемы треугольниками. Итак, как работает этап? Давайте начнем с первой фазы. Вы входите в комнату с ящиком, все двери в баговые комнаты закрываются, а через некоторое время после того, как вся команда зайдет в центральный зал, появится осколок пирамиды. Подобрав его, вы получаете дебаф резонанс пирамида с таймером 90 секунд. Сбросив этот дебаф на алтарь, вы начнете этап. Старт этапа также запускают на всю вашу команду дебаф нависшая финальная форма, таймер которого составляет 4 минуты 15 секунд. По его истечении вся команда умирает, так что основная задача этапа продлевать этот таймер. Рука свидетеля в центре периодически будет проводить атаки по площади, подсвечивая их таким треугольником, так что от них тоже уворачивайтесь. После старта две случайные соседние двери открываются в разные боковые комнаты. Разделите свою команду на две тройки и разойдитесь по этим комнатам. Войдя в комнаты, вам нужно зачищать их от толп врагов и двигаться из одной в другую, до тех пор, пока не найдете зал с чемпионом Минотавром. Зачищать комнаты не особо сложно, но учитывайте, что в некоторые моменты тут будут попадаться крепкие противники. Гидры, желтые псионы, а также перегруженные Минотавры. Я лично проходил этот этап с пулеметом Владыка Грома, поскольку он отлично работает и на зачистку, и может станет чемпионом. После того, как вы убьете гидр, который открывает вам двери в следующие комнаты, кстати говоря, и найдете чемпиона, убиваете его и запомните комнату, в которой он был. Нам пригодится эта инфа позже. Убийство Минотавра спаунит мучителя в центре. Об этом вам сообщит надпись «Вас зовут ближе к центру». И вторая появляется караульный порога. Караульный порога – это как раз мучитель. В этот момент всем членам вашей команды нужно вернуться в центральный зал и как можно скорее убить мучителя, после чего вы увидите другое сообщение. Энергия наполняет архитектуру. Снова открываются две рандомные двери, и вы также расходитесь по ним. Повторяйте в целом такой же заход, чтобы найти второго перегруженного Минотавра, который также спаунит мучителя. Убив его снова, увидите сообщение о том, что энергия наполняет архитектуру, и этим вы как бы разблокируете механику обмена платформ. Как я говорил, внутри каждой комнаты есть платформы, связанные оранжевым проводом между собой. Эти провода обходят всю арену, соединяя каждую платформу со следующей. Так вот, с того момента, как вы убьете мучителя, некоторые плиты начнут светиться. Те, которые находятся в комнатах, в которых вы убивали чемпиона Минотавра, станут кнопками, отправляющими сигнал. Когда вы ступите на них, вы заметите, как свет идет по проводу в соседнюю комнату, к такой же кнопке. Сигнал всегда уходит в соседнюю комнату ко второй кнопке, и около этой второй кнопки откроется и будет светиться тотем, отображающий светящуюся пирамиду в центре. Так что в комнате отправителя тотем не горит, в комнате принимающего горит. Когда игрок из отправляющей комнаты встает на платформу, от нее улетает сигнал. Игрок во второй комнате должен будет следить за потоком света, приходящим к его платформе по проводу, и встать на нее в нужный момент. А именно, тогда, когда круг на ней начнет как бы сужаться. Этот момент с таймингом очень важен, потому что ошибившись и встав раньше или позже, вы заспауните штрафного сильного морока, который усложнит прохождение. Так что обратите на тайминге особое внимание, и давайте своим напарникам громко инфу о том, что вы отправили сигнал. Выполнение механики обмена будет спаунить в комнатах вот такие бафы пирамиды, как в самом начале. Вы можете подобрать до трех бафов, при попытке взять больше вы умрете. Постарайтесь взять как раз три бафа, потому что чем больше бафов вы возьмете, тем больше вы продлите время таймера по центру экрана. Когда вы соберете достаточно бафов, вам нужно будет закрыть тотем. Чтобы сделать это, игрок из комнаты со светящимся тотемом и принимающей платформой должен после сбора бафов пострелять в тотем за пару секунд до того, как игрок из соседней комнаты отправит ему сигнал по кнопке. Затем он должен принять его в соответствии с таймингами, встать на платформу и тотем закроется. То есть собрал бафы, ждешь пока к тебе по проводу отправят сигнал, видишь что он уже подбирается, стреляешь в тотем и встаешь на кнопку. Тотем закрывается и начинает светиться. Здесь на фоне я показываю то, как это работает, но футаж взят со второго этапа принцип тот же. Игроки, которые не заняты построением цепей через платформы, могут собирать бафы, которые остаются на центре в пятой комнате, или же брать бафы, которые не успевают брать их напарники. После того, как два тотема будет закрыто в двух комнатах, один одной тройкой, второй другой тройкой стражей, все возвращаются в центральную комнату, убивают появившихся тут мобов и морока и заносят бафы резонанса пирамиды в появившийся алтарь. Обязательно убедитесь, что вы сдали все бафы, они часто багаются и сдаются не все, а также будьте осторожны с атаками свидетеля, он может скастовать свою атаку прямо на алтарь. В зависимости от того, сколько бафов вы сдали в алтарь, будет продлено время на таймере нависшей финальной формы, так что потеря бафов от смерти членов команды, например, напрямую повлияет на успех прохождения этапа. Убедитесь, что у вас получается внести как можно больше бафов, продление на 4 минуты будет звучать для вас отлично. Чтобы пройти этап, вам нужно повторить всю описанную последовательность и внести бафы в сундук 3 раза, после чего к вам в центре опустится лестница к вашей награде и вы сможете двигаться дальше. Надеюсь гайд был полезен, если так, обязательно поставьте лайк, я давно не делал гайдов по рейдам в Дестине, так что поддержка будет не лишней. Я пошел делать видео с разбором следующего этапа и выложу его так скоро, как только смогу. Обязательно прожми колокольчик под видео, чтобы не пропустить его. Спасибо за просмотр и удачи! Самый лучший из лучших сар! Отличник!